Алтай, горнолыжный курорт Телецкий. Поделюсь своими впечатлениями, расскажу какие тут трассы, какой тут снег и вообще как облагоустроена эта горнолыжка. Уже по традиции начну с самого начала. Как мы сюда добирались и что сколько стоило. В аэропорт Домодедово я поехал на своей машине. Автомобиль оставил на Ванпарк, там где и всегда оставляю. Сутки стоят 225 рублей, 13 суток 2925 рублей. Естественно от парковки до аэропорта на бесплатном трансфере, который предоставляет Ванпарк. Стоимость билетов Москва-Горнолатайск, Горнолатайск-Москва, то есть туда-обратно один билет мне стоил 15906 рублей. За три билета я заплатил 38676 рублей. И это были скидки. На самом деле билеты стоят дороже. Мы специально подгадывали, когда будут дешевле билеты стоить. В стоимость билета входит чехол 23 килограмма и чемодан тоже 23 килограмма. Перелет длился 4 часа 10 минут и мы в Горнолатайске. Дальше два автобуса и вся горнолыжная школа туда грузится. От аэропорта Горнолатайский до Телецкое мы ехали 4,5 часа. И в общей сложности мы провели в дороге 10 часов. И я вам хочу сказать, это не хухры-мухры. Я что-то как-то подзаколебался немножко. Остановились мы в отеле прямо на берегу озера Телецкое в поселке Артебаш в 11 километрах от горнолыжного курорта Телецкий. Про отель скажу несколько слов чуть позже, потому что пора уже двигаться в сторону горнолыжки. Из приятного. Телецкий организовал совершенно бесплатный трансфер от поселка до горнолыжного курорта. Все желающие утром вот на таком автобусе могут бесплатно доехать до горы, а вечером обратно в поселок. Возле нашего отеля автобус проезжает в 9.40 утра, машем водителю рукой, автобус останавливается, мы садимся и едем. Ну или на такси. 600 рублей на гору и 600 рублей обратно. Не важно, один ты едешь или компанию 4 человек, машина стоит 600 рублей. Конечно, компания ехать дешевле. Что на автобусе, что на такси от озера Телецкое до горнолыжного курорта ехать примерно 20 минут. Это сейчас автобус переполнен, потому что им пользуемся мы, а у нас большая спортивная горнолыжная компания. Если нет больших организованных групп, то автобус ездит полупустым. Из удобств на горнолыжном курорте Телецкий есть прокат сноубордов, а в кассах расположился прокат горных лыж. Делайте паузу, смотрите цены, а я пока скажу, что здесь еще есть ремонт лыж и сноубордов. Даже можно сходить на массаж, не отходя от горы. Есть по центр при отеле Глыба. В административном здании есть специальные ящики для хранения инвентаря. Сутки 100 рублей. Скипасы можно купить в главном здании, где гостиница Глыба, в том же самом помещении, где ремонт и прокат лыж, или непосредственно возле подъемников. Делайте паузу, если вам нужно знать, и узнаете, сколько стоит на час, на два, на день, на несколько дней скипасы на 2022 год. Для того, чтобы подняться на самый верх горнолыжного курорта Телецкий, необходимо воспользоваться двухкресельным подъемником, который состоит из двух очередей. В первую очередь, в самом низу садишься на двухкреселку и поднимаешься где-то на середину горы, где делаешь пересадку на вторую очередь. И уже на этой второй очереди поднимаешься на самый верх горнолыжного курорта Телецкий. Подъемники старенькие, медленные, наверх поднимаешься очень долго и нудно, но должен отметить, что на этих сидушках сидеть очень тепло. Несмотря на то, что кресла не подогреваются, пятая точка на этих сидушках не мерзнет. Ну и где-то тут мы прочитали, что сделано в Германии. Первое и самое важное, что вы должны знать и уяснить для себя, это то, что горнолыжный курорт Телецкий не для новичков. Трассы тут непростые, я бы даже сказал сложные. Полные спуски по всем трассам вы, кстати, сможете посмотреть, перейдя по ссылкам, которые есть в описании к этому видеоролику. Здесь всего две красные, две синие и одна голубая трасса. Сейчас я про каждую из этих трасс немножко расскажу и покажу их. Начну с самой длинной 5-километровой трассы под названием Променад. Эту трассу мы очень сильно полюбили. Это реально классная трасса и утром первые спуски мы делаем именно по Променаду, которая имеет синие обозначение. Первая половина Променада реально бомбическая, а вот вторая половина имеет два очень пологих участка, где лыжники идут коньковым ходом, а с новобордисты пешком. 4-х километровая трасса Фан. На многих других горнолыжных курортах Фан наверняка имел бы красное обозначение, а в Телецком это синяя трасса. И, наверное, Фан это будет моя любимая трасса на горнолыжном курорте Телецкий. 4 километра этого достаточно, чтобы не сильно устать, но при этом получить удовольствие от спуска. Уклон на Фан очень бодрый, а рельеф интересный. В общем, Фан это прямо очень хорошо. И в отличие от Променада тут нет пологих участков. Теперь о красных трассах, которые начинаются с середины горы на промежуточной станции МКС. То самое место, где происходит пересадка с подъемника первой линии на подъемник второй линии. Да, сюда можно спуститься с самого верха с синих трасс по специальному перешейку, который на карте указан синим цветом и называется первая ступень, длина которого 1900 метров. Сам перешейк довольно узкий, но при желании впереди едущего обогнать можно. Уклон приятный. Мне вообще этот перешейк очень нравится. Трасса с красным обозначением под названием Дуга, длиной 1700 метров. Хорошая скоростная трасса, которая держит тебя в напряжении и собранности на протяжении всего спуска. Не стоит сюда ехать, если ты не уверен в мастерстве своего катания. Также не стоит соваться на красную трассу под названием Грива, длиной 1600 метров. Если ты новичок, то спуститься ты спустишься, но удовольствия не получишь, только ноги забьешь. Кстати, Грива имеет контрууклон и по рельефу Грива будет интереснее, чем Дуга. На карте горнолыжного курорта Телецкий можно увидеть еще одну красную трассу под названием Эксперт, длиной 1050 метров. Собственно говоря, вот она за моей спиной. Но за этой трассой уже никто давно не ухаживает, и она стала такой внетрассовой трассой, которую используют для внетрассового катания, извините за тавтологию. Но тем не менее, когда выпадет много свежего снега и есть хороший пухлячок, по Эксперту катятся прям очень классно. Но имейте в виду, Эксперта уже нет. Есть еще одна трасса, называется Комфорт. Там работает бугельный подъемник, и съехать на нее с самого верха можно только с красной трассы под названием Грива. Вот что из себя представляет комфорт для начинающих или для спортсменов. Кстати, моя дочь сейчас на трассе. Проехался по этой трассе несколько раз и должен вам сказать, что трасса оправдывает свое название. Тут действительно очень комфортно. Склон не очень крутой и не очень пологий. Учиться тут самое то. Ну и бугельный подъемник поднимает вас намного быстрее, чем двухкреселка там хотя бы на ту же вторую линию. В общем, пожалуй, я на этом склоне немножко подзадержусь, потому что мне тут очень понравилось. Длина трассы Комфорт всего один километр, а удовольствие получаешь как от пяти километров. Не могу не упомянуть про 800-метровую трассу под названием Траверс, которая на карте курорта обозначена зеленым цветом. Начинается она от глыбы и заканчивается лукоморье. Я бы сказал, эта трасса в один конец, потому что у нее нет собственного подъемника. А подниматься вверх на своих двоих, таща за собой свое же снаряжение, ну, я думаю, мало таких желающих найдется. То есть это некая техническая вынужденная трасса, суть которой соединять верхнюю центральную точку горнолыжного курорта Телецкой с нижней второстепенной точкой под названием Лукоморье. Лукоморье. Тут есть еще одно кафе, еще один пункт проката горнолыжного оборудования и касса продажи скипасов. Именно здесь начинается бугельный подъемник и заканчивается трасса Комфорт. Именно в Лукоморье есть совсем короткий и пологий склон, на котором обучаются совсем уж новички, а поднимаются они по специальной ленте. Лукоморье это нижняя точка горнолыжного курорта Телецкий. И если какая-то непогода, то рейсовый автобус останавливается на оборудованной стоянке нижней точки. И если у вас нет своего оборудования с собой, а оно осталось, допустим, на верхней точке в глыбе в ящиках для хранения, то вы идете туда пешком. А если оборудование у вас с собой, то вы садитесь на бугельный подъемник и подняться наверх, через гриву спуститься к глыбе. Самый большой плюс горнолыжного курорта Телецкий в том, что здесь очень мало людей. Люди здесь просто-напросто отсутствуют. И это из-за того, что сюда очень далеко и утомительно добираться. Плюс здесь совершенно нет никакой ночной жизни, ни клубов, ни дискотек, ни баров. Деревня деревней скучно. И все это напрямую влияет на то, что ты на склоне абсолютно один. Понятное дело, что в новогодние праздники или в большие каникулы катающихся здесь будет намного больше. Но тем не менее, все познается в сравнении. А самый большой минус горнолыжного курорта – это подъемник. Для того, чтобы с самого низа подняться в самый верх, тратишь времени 20 минут. Казалось бы, не так уж и много, но с учетом того, что на лыжах по самой длинной трассе я спускаюсь там 3-4 минуты, а поднимаюсь 20 минут, через некоторое время это начинает надоедать. Конечно, можно возразить, мол, зато какой ценник на скипас и приятный. 1200 рублей в будни и 1700 рублей в выходной день. Спорить не буду. Цены на скипас, так же, как и на еду, очень приятные. Но если взять рабочее время подъемника, разделить его на 20-минутные куски, сюда же всунуть еще время на обед, то вы поймете, что в один день вы сможете совершить спусков не так уж и много. А цены – да, очень приятные и доступная горнолыжка. Плюс ко всему, горнолыжный курорт Телецкий собирается развиваться, строить новый подъемник и новые трассы. Это очень круто. Насчет снега. Он тут какой-то особенный. Начнем с того, что здесь совершенно нет никакого искусственного снижения. Все натуральное, как упало с неба, так и лежит. Причем снег очень мягкий и долгоиграющий. При условии, конечно же, минусовой температуры. Внетрассовое катание? Да, оно тут есть и при наличии пухляка удовольствия получишь огромнейшее. В сравнении с другими горнолыжными курортами, внетрасска тут сравнительно безопасна. Но расслабляться и пренебрегать основными правилами безопасности все же не стоит. Я брал фрирайдные лыжи на прокат, катался по пухляку вне трассы и поймал где-то камушек. Пришлось оплатить ремонт лыж 300 рублей. Туалеты у подъемников? Ну, вообще не айс. И пользоваться ими нет никакого желания. Но зато есть хорошие туалеты во всех кафе, на всех уровнях и доступ к ним свободный. Есть моменты, которые меня очень сильно смущают. К примеру, вот такая торчащая коряга, которая своим острием смотрит вверх по склону. Сейчас я вам покажу. Проедусь и вот эта коряга смотрит прямо на меня. Да, ограждения тут есть на действительно опасных участках, чтобы вы прям не вылетели куда-то в пропасть. Но эти ограждения очень хлипкие. А вот такие моменты я вам сейчас покажу. Это не единственный момент. На трассе много торчащих коряк, пеньков и всего прочее. Ну ладно, не на трассе, а возле трассы, на обочине. Но если вот на такую обочину тебя выбросит и ты въедешь вот в это, мало тебе не покажется. Вы только поймите меня правильно. Я не говорю о том, что нужно оградить все трассы сеткой. Нет, ни в коем случае. Я говорю о том, что у горнолыжного курорта Телецкий есть весна, лето, осень. За эти три времени года все трассы можно привести в порядок. И все пеньки и коряги, которые в непосредственной близости с трассой, можно убрать, спилить, выкорчевать. И тогда будет все хорошо. А так, ну это вообще-то халатно, мне кажется. Но с другой стороны, это аутентичный горнолыжный курорт. Это не попсовая горнолыжка, где все ездят на расслабоне, съезжают вниз, танцуют, опять поднимаются. Нет, это вот такая полудикая, полуроссийская, полуалтайская горнолыжка. Поэтому катайтесь в удовольствии и не забывайте, что ваше здоровье дороже всего. Насчет общепита на горнолыжном курорте. Внизу есть бар под названием ЦУП. И рядышком расположилась гостиница под названием Глыба. И тут есть столовка на первом этаже. Ладно, не столовка, а кафешка, но внутри все очень похоже на столовку. Берешь поднос, выбираешь, что ты будешь кушать. Тебе накладывают все это дело и идешь на кассу. Насчет кухни на горе. Я был очень приятно удивлен, потому что действительно очень и очень вкусно. А если учитывать соотношение цена-качество, тут вообще потрясающе. Ну, к примеру, три вторых, один борщ на троих, салат, два компота и шоколад горячий обошлись мне в 1338 рублей. Такое качество еды за такую цену это более чем адекватно. На любом другом горнолыжном курорте это стоило бы гораздо дороже. Конечно, можно шикануть, к примеру, как я вчера. На 850 рублей поел один солянка, второе, салат, чай, чизкейк и еще были овощи на пару. А вот когда погода хорошая, мы кушаем на самом верху. Тут, конечно же, приятнее. Ценник такой же кухни, одна и та же, поставщик один и тот же. Но виды здесь совершенно другие. На пересадочной станции есть еще одно кафе, называется МКС. Но мы сюда так ни разу и не зашли. Хотя, наверное, зря, потому что здесь тоже есть своя обзорная площадка со столиками. И виды здесь тоже потрясающие. Будьте так добры, еще один бамблгам. В конце горнолыжного дня все, кто не желает платить за такси и нет собственного автомобиля, на бесплатном рейсовом автобусе тот же самый маленький, но проходимый автобусик отвезет всех обратно в поселок. Разворачивается он на стоянке и отправляется обратно в 17.15. Долго он тут не стоит. Приехал, загрузил и уехал. Сидячих мест на всех не хватит. Кто-то будет сидеть, а кому-то придется стоять. Автобус работает по типу маршрутки. Заранее сообщаешь водителю, где тебе нужно выйти. Автобус останавливается, и ты идешь пешком в свое временное жилище. Кстати, о нашем жилище. Остановились мы в гостиничном комплексе под названием Алтынкёль. Правильно я сказал? Наверное. Главное здание Алтынкёль. Тут и гостиница, и кафе, и конференц-зал, и все-все-все именно здесь. Есть дополнительные два домика, где просто гостиничные номера типа апартаменты. В одном из этих домиков мы и остановились. Выглядит это как-то так. Так, мы живем на первом этаже, а на втором точно такой же номер, как и у нас. Кухня с микроволновкой, электроплитой, ну и естественно, где мыть посуду. Прямо по коридору туалетная комната. Свет, естественно, включается. И одна из комнат. Ребенок лежит, смотрит телевизор. В каждой комнате по телевизору. В общем, за две такие комнаты, за 12 дней я заплатил 54 тысячи. Завтраки включены. Но завтраки тут очень скудные. Да, наесться можно, но без удовольствия. Кофе отвратительный, поэтому пьем чай. Ужины, ну как повезет. Иногда вкусно, иногда не очень. Главное, чтобы это был не комплексный ужин. Вот они отвратительные. В целом, гостиница ничего. Единственная слышимость тут потрясающая. И все, что происходит у соседей, я слышу до малейших подробностей. Иногда даже им очень сильно завидую. Кстати, недалеко от нашего отеля расположилась эко-тропа третьей речки, куда можно сходить не только хорошенько прогуляться, но и искупаться, что я и сделал. И вам советую. Я чувствовал, что начиная заболевать, искупался и как рукой сняло. Как говорится, клин клином вышибают. Если надоело кататься, ну или нужно сделать выходной, можно пойти в зоопарк и покормить, к примеру, вот такую классную свинку. Взрослый билет стоит 400 рублей. Дети от 5 до 14 лет 200 рублей. До 5 лет бесплатно. Льготные 300. Ну и пакет морковки. Я уж не помню, сколько стоит. В общем и в целом сходить в зоопарк можно для того, чтобы провести время на свежем воздухе. На обратном пути в отель зашли в ресторан под названием Шалетелецкая. Борщ очень вкусный. Чай офигенный. У ребят макароны, там пицца и все прочее тоже очень вкусно. Морал на любителя. А стейк, ну вообще ерунда какая-то. Во-первых, это не то мясо, но я подозревал. Ну и прожарка, в общем-то, не получилась такая, как я просил. Счет получился 3850 рублей. Недешево. Но больше я сюда не перейду. Стейки не умеют готовить. Дорожное покрытие, которое ведет от поселков до горнолыжного курорта. Ну, скажем так, ехать сюда на своей машине мне было бы очень жалко. Лучше всего по этой дороге ехать, когда она заснежена. А вот когда все начинает таять, вот тут начинается жесть. Вылезают все ямки и все ухабы. Даже если ты очень крутой горнолыжник, шлем надевать надо. Блин, женский напиток, но я сластенок. Ну, а вообще алкоголь на склоне не имеет права на существование. Осталось подвести итоги, в какую же сумму мне обошлась 10-дневная поездка на горнолыжный курорт Телецкий. Я постараюсь убрать все спортивные сборы и оставить только обычные траты на туристическую каталку. Расчет на три человека. Я и двое моих детей-подростков, которых везде уже считают взрослыми людьми, поэтому плачу по полной программе. Суточная стоянка 2925 рублей. Авиабилеты 38676 рублей. Трансфер туда-обратно 3000 рублей. Такси 4 раза 600 рублей. Скипас на троих за 9 дней 29400 рублей. 8 обедов 13200. 9 ужинов 8100. То обед выходного дня 3850 рублей. Проживание в гостинице 54000 рублей. Зоопарк 800 рублей. Прокат фрирайдных лыж 1500 рублей за день. И ремонт этих лыж 300 рублей. Итого 156 351 рубль стоила 10-дневная поездка. Из них 9 дней каталки на троих взрослых людей. Стоит ли ехать на горнолыжный курорт Телецкий? Ну скажем так, если у вас обычная туристическая каталка, то 4 дня не больше. За 4 дня все эти трассы прикатаются и будет скучно. Но если будет идти снег и будет много хорошего пухляка, тогда я думаю еще 3 дня можно покататься по фрирайду. В лесу все это очень интересно. Но пухляк и снег это не постоянное дело. И можно остаться без этого удовольствия. Если вы спортивная группа, какие-нибудь горнолыжные сборы с лалом здесь катать, будет прям великолепно. Потому что и уклон хороший на трассах, и людей очень мало. Людей настолько мало, что я даже учился ездить спиной вперед. Причем даже научился. Никто мне не мешал, никого я не сшибал. Очень странное дело. Я первый раз встречаю на горнолыжном курорте Ротавирус. Местные говорят, что воду можно пить. Я к этому скептично отношусь. Хотя пил воду. После того, как многие из нашей группы 1-2 дня отлежали, не катались, воду я уже не пил. Ну, имейте в виду, что вот такая штуковина тут бродит, ходит, гуляет. Ну, а в целом, в общем-то... А, вот еще. Если туристическая поездка на 4 дня, то стоит ли сюда вообще такой длинный путь делать, чтобы 4 дня кататься? То есть, как-то такие вещи несопоставимые. Ну, на этом, наверное, все. С вами был Бонифаций на лыжах. Небольшая поправочка. Мне тут подсказали, что нужно уточнить, смотря откуда ехать. Если ты живешь на Алтае, допустим, в Барнауле, то ехать сюда самое оно. Мало людей, катаясь я не хочу. А если из Москвы, вот тогда это очень утомительно ради 4-х туристических дней. Ну, а вообще Алтай, это очень и очень красиво. Да, это не такие высокие горы, как мой любимый Кавказский хребет большой. Но, тем не менее, красота здесь потрясающая. И летом тут, наверное, прям вообще головокружительно красиво. Спасибо. Спасибо. Спасибо.